В эфире седьмого канала новости. В студии работает Александра Дементьева. Здравствуйте. Россия продолжает применять запрещенное оружие против мирного населения. 200 человек погибли из-за обстрелов в Харьковской области. Оттуда начали эвакуировать детей. Окупанты атакуют Житомирскую область. Там уничтожили бронетанковый завод. Впрочем, и сам враг терпит большие потери. Подробности в следующем сюжете. Россия применила кассетные бомбы в Одесской области 4 марта ГСЧС опубликовала видео, на котором видны неразрывавшиеся остатки снаряда. Эта бомба предназначена для поражения бронетехники. Она включает в себя 268 суббоеприпасов. Спасатели обнаружили пока 253 из них. Остальные могут находиться на месте авиаудара и угрожать мирным жителям. В то же время жители Новой Каховки вышли на митинг против оккупации. Российские военные попытались разогнать их стрельбой, но украинцев это не испугало. Домой! С начала войны российские оккупанты убили в Харьковской области 194 человека. 126 из них мирное население, в том числе пятеро детей. Ранения получили 433 жителя. Из детских домов Харькова эвакуировали 150 несовершеннолетних. Большое спасибо, во-первых, комбату, шторма, морпехов, Юра. Спасибо за то, что помог организовать эту эвакуацию. Спасибо руководителям нас, полиции Харькова, Полтавы, которые это все помогли сделать. Больше 150 детей вывозим. Сегодня вывезем, они будут уже в безопасности. Все, последние два автобуса. А это все, что осталось от Житомирского бронетанкового завода после бомбежки. Также оккупанты нанесли удар по частному сектору в городе Коростень. Один человек погиб, двое ранены. Разрушены 10 жилых домов. Спасатели смогли спасти пятерых детей. От ракетного удара пострадал и город Овруч. 15 частных домов разрушены. По предварительным данным, жертв нет. В результате ракетных обстрелов вблизи села Гавришевка Винницкого района уничтожено админздание. Также там возник пожар на складе площадью около тысячи квадратных метров. Днем из-под завалов извлекли четырех человек. Из них один погиб. Работы продолжаются. В Киеве и Харькове продвижение врага остановили. В Николаеве тоже. Одесса – наш стратегический резерв, отметил министр обороны Алексей Резников. Мы нацелены только на победу. В любом случае стоим до конца. Никто нас, никто не будет разгонять наши митинги насильно. Мы воле изъявления народа будем проявлять тогда, когда посчитаем нужным. И никто сюда не посмеет прийти с этими счетами, шлемами и навязывать нам свою диктатуру. В Генштабе ВСУ опубликовали оперативную информацию по агрессии России. Наши военные сбили уже 44 вражеских самолета и 48 вертолетов. Число уничтоженных вражеских танков и ББМ достигает 1300 единиц. Потери личного состава российской армии почти 11 тысяч человек. Збройными силами и подразделами Сил безопасности и обороны Украины ведутся запеклые бои с утримания вызначенных рубежей. Противник, зазнающий втрат, делает постоянные спробы о ухилении от прямого огневого контакта с нашими войсками. Угруппирование Сил обороны ведет оборонную операцию в межах Певденной, Схидной и Певнической операционных зон с метою отбития наступа ударных угруппований Збройных сил оккупантов. Отметим, подразделения оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной Приднестровской Молдовской Республики находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Госсекретарь США Энтони Блинкин опубликовал видео о том, как люди со всего мира поддерживают Украину сине-желтыми флагами, призывают остановить войну, предоставить больше помощи нашей стране и закрыть небо для безопасности украинцев. Навыки обращения с оружием. Инструкторы стрелкового тира Дивижн 55 проводят бесплатные занятия для гражданских. Ранее на базе готовили спортсменов и проводили соревнования. Впрочем, война внесла свои коррективы. Со 2 марта в тире посетителям рассказывают о базовых правилах обращения с оружием. Далее теорию закрепляют на практике. Как проходят занятия, расскажет Юлия Лабурак. Знакомьтесь, это Анастасия. Раньше девушка интересовалась оружием, но соответствующее обучение никогда не проходило. Настя убеждена, правила пользования оружием должны знать все, независимо от пола. Потому что взять оружие и использовать его как игрушку, как блоки, это используется неправильно. Для девушек это в первую очередь, потому что если придется становиться все-таки девушкам на какую-то охрану либо терроборону, то они должны понимать, с чем они имеют дело. Чтобы научить гражданских лиц безопасному обращению с оружием, стрелковый тир Дивизион 55 организовал занятия. Сейчас время такое, что этот доступ может появиться в любой момент, и для того, чтобы люди могли делать это безопасно для себя и для близких людей, то мы проводим эти курсы. Война, она не разделяет по половому признаку людей, она скорее их объединяет. И было бы очень правильно, и правильно то, что женщины присоединяются, приезжают и участвуют в этом все. Начинается все с теории. Инструкторы Международной конфедерации практической стрельбы рассказывают об основных правилах. Первое, цитирую, я всегда буду обращаться с оружием, как с заряженным. Второе, я никогда не направлю оружие туда, куда не собираюсь стрелять. От этого зависит жизнь вашей, ваших товарищей. Третье, я всегда должен быть уверен, что находится перед мишенью и за ней. Если вы не выполнили все эти три пункта, забыли, или вам что-то помешало, четвертый пункт. Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, вот это вот у нас спусковой крючок, пока не будет оружия направлено на мишень. Также важно не только правильно обращаться с оружием, но и уметь с ним перемещаться. Например, чтобы не упасть, колени должны быть направлены в ту сторону, в которую вы двигаетесь. Далее разъяснение об органах управления оружием и переходе к практике в маленьких группах. Палец с курка, видите, убираем и выносим. Опять раз, разобрали, заслали, зарядили. Палец с курка убираем, не забываем. Мы здесь не стреляем, у нас нет возможности такой, у нас нет оружия. Мы используем в виде макетов только то оружие, которое официально зарегистрировано, принадлежит инструкторам. Возможно, было бы неплохо, если бы нас услышала власть, нас услышала наши вооруженные силы. Скажем так, они бы могли подключиться к нашему движению и, скажем, помочь с какими-то более практическими занятиями. Если же у вас есть собственное зарегистрированное оружие, можно прийти в тир и пристрелять его. Если человек купил оружие, будь ли там охотник, или он думает, что он сможет с помощью оружия, закрытым в сейфе, как-то защитить свой дом или свою семью. Сейчас как раз пришло то время, когда эти иллюзии будут рассыпаться на глазах, и нужно сейчас уже доставать это оружие, приезжать сюда к нам, можно с ним тренироваться. Сегодня вот приехал, специально пристрелял свящий коллиматор. Я три дня назад тут был. Вот, бачите, гарно. Это 50 метров тактично, швидко. Так что мы готовы, особенно я готовы натискать спусковой гачок и убивать врага. Те, кто пришел в тир, уверяют, такие курсы дают хорошие базовые знания. Будем надеяться, что все-таки мирному гражданскому населению не придется применять на практике навыки, освоенные здесь. Но важно. Важно знать, важно уметь. Знаете, лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. Бесплатные занятия в дивизион 55 проводят ежедневно с 10 до 12. А желающие пристрелять свое оружие могут наведаться в тир с 12 до 2. Инструкторы отмечают, по возможности лучше приходить на занятия несколько раз. Юлия Лабурак, Валентин Мирза, 7 канал. С самого начала войны одесситы массово помогают военным, чем могут. В частности, собирают песок для укрепления блокпостов и других оборонных сооружений нашего города. Как все это происходит, смотрите дальше в сюжете. Одесситы поют гимн во время передышки. С самого утра они собирают на одном из пляжей песок и загружают его в мешки, чтобы как следует укрепить блокпосты города. Тут и студенты-волонтеры и библиотекари. Ольга Васильевна, например, приходит сюда уже третий день. Мы пришли сюда, набирали песок. Теперь тут, вот, ежу раздаемо. Как можем, так и помогаем. Так оно лучше. Ты весь час думаешь, а так ты занятый, и ты знаешь, что все-таки ты необходим в этой стране. Хочешь так. Многие горожане выходят с самого утра, чтобы помочь собирать песок. Говорят, общий труд объединяет. Просто видим, как люди объединяются все вместе, что-то делают. Командный дух, в принципе, тоже играет роль. И очень как-то сплочает всех. Поэтому это очень и весело, и мы понимаем, что мы помогаем. Волонтеры отмечают, весь песок с пляжа уже собрали на нужной армии. Поэтому приходится доставать его с мокрого дна с помощью экскаватора. Ну, опять с пляжа, вот экскаватор, сейчас вот, если пойдете, там вот он копает прямо с дна. Ну, из-под воды уже. И опять сюда накидывает. А здесь был целый пляж, ну, такой небольшой. В общем, есть вероятность, что Черное море станет немного глубже. Да. Ну, когда прогоним негодяя этих сволочей москальских, то опять загрузим. Я думаю, что все будет в порядке. Каждый день с этого пляжа выезжают сотни волонтерских автомобилей, которые доставляют мешки с песком на блокпосты. Иван Игорь Семчук, Евгений Меглей, Евгений Ячменцев, 7 канал. Украинцы массово возвращаются из-за границы, чтобы защищать родину. С начала нападения России на Украину более 140 тысяч граждан вернулись домой. 80% из них мужчины, сообщили в госпогранслужбе. Вы с заработки вернулись? Да, вы вернулись. Хлопцы, сидите, сидите. Почекайте, вы вернулись с заработки. Да, конечно. Если захищать, если все это слышат, то что, потом просто прийдет и возьмет? Не, не, не. Давай, 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 давай. Сколько кораблей, где, куда? На хуй. Все. С сегодняшнего дня закрыли транзитный проезд автотранспорта через Затоку и Белгород-Днестровский в сторону границы. Весь транспорт перенаправляет на Паланку. Не забывайте также и о комендантском часе, который в Одесской области введен с 7 часов вечера до 6 утра. В это время ездить нельзя. Жизнь в городе продолжается. Одесситы днем гуляют по улицам и постепенно адаптируются к военному положению. Некоторые даже начали готовиться к 8 марта. В цветочных магазинах людей немного, а преимущественно посетители – мужчины. Наши корреспонденты проехались по Одессе и пообщались с готовящимися к празднику горожанами. Подробности смотрите далее в сюжете. Большинство одесситов поддержали мнение, что моральная поддержка в такой сложной ситуации очень важна. Потому что международный женский день никто не отменял, и любимым нужно дарить цветы. Ну, конечно, в любом случае, наших женщин надо радовать, несмотря ни на какие невзгоды. Конечно, по ситуации. Ну, знакомых поздравлю, безусловно. Только позитив, только с улыбкой смотреть в будущее. Я уверен, что все будет хорошо. Реализаторы говорят, мужчины чаще покупают тюльпаны и розы. Ну, я думаю, что на 8 марта надо дарить подарки, потому что это всемирный праздник девушек, и надо их поддержать. Еще смотря какая ситуация у нас в стране. Сейчас многие продавцы даже снизили цены на цветы. В разных магазинах и уличных точках продаж их можно купить от 20 гривен. Немножко ходят, в основном молодежи мало, в основном пенсионеры среднего возраста. Ну, что-то по чуть-чуть берут. Ну, пока еще как бы сегодня так. Заказики есть немножко, но не могу сказать, что так, как обычно. Цены очень смешные, дешевле, чем закупка. Ну, хотя бы так людей порадовать. Уже как бы никто не думает сейчас о заработке. Хочется, чтобы хоть как-то людям было приятно. Сами же покупатели говорят, пытаются поддержать пожилых людей, которые продают цветы под открытым небом. И добавляют, любой женщине приобретенный букет подарит улыбку, а другому человеку хлеб. Все нормально. Люди подходят, купляют цветы, радуются, что есть цветы. Всем нужен мир, здоровье и счастье. Во время опроса мужчины-реализаторы решили порадовать цветами и наших журналистов. Вот, улыбайтесь, радуйтесь. С наступающим вас. Спасибо большое. О, спасибо большое. Иван Игерисимчук, Евгения Панченко, Евгений Руденко, Седьмой канал. Пока это вся информация, больше новостей смотрите в следующем выпуске в 22.00. Оставайтесь с нами. Ну, Евген Салтан знает еще больше. Передаю слово моему коллеге.